Счет 1-0 в пользу тандема Виталия и Олега. Трио пока уступает. Что мы играем? Ребят, в прошлый раз мы играли то, что мы играли. После 12-ти годов у нас была отличная атака, а после 20-ти мы были без двух фигур. Не, ну Грюнсвельд это является новистер. О, лондонская. Видимо, Виталий нашел дыру в моих дебютных разработках и готовится ее показать. Я думал, он просто расставляет фигурки. Я не думаю, что он не искал дыру. Не, ну ты убиваешь всю романтику. Как так? Ты себе просто цены набиваешь, как будто ищешь под тебя, в твоих системах. Не, ну почему, Виталий, так ты играешь в черный довольно часто. Может быть, что виталишь что-то есть. Скорее всего, да. Скорее всего, он просто расставляет эту позицию. Здесь на конь d2 я играю как с d8. Вы не против? Идея в том, что черный после b3, b5 они фиксируют эту пешечную цепь. Ну, на слон f5, fc1 на этом мои познания вы закончили. А слон от чернопольного куда? Ну, менять или на e7 по ситуации. Или черный может конь h5, но это, кстати, не так плохо. Согласно моим глубоким дебютным разработкам. Но мне пока слон e4 ход, все-таки не понятен, это тонко слишком. На слон e4 конь, e4 конь висит, и мы полтемпа забираем на этом. Не, ну я f3 пойду и там... f3, слон g6 и вот эти вот поля слабые. Увидишь сейчас в чем идея. У меня просто была эта уже позиция. А какие фигуры выгодно разменивать в черном? Это опять же зависит... Вот если белый сыграет f3, выгодно менять чернополов. Если они не сыграют f3, не выгодно менять чернополов. Ага, вот так? Ну, как бы... Наверное, я не тушу большой специалист здесь. Слон e4 я уже не встречал никогда. Вот имеет... Ну, то есть слон e7. Слон e7. Слон e7, раз невыгодно, разменяйся. А вообще, g5 в хобода нету? Ну, g5, слон g5. И ладья g8, я вижу. Ну... Чё? Слон f6, слон f6, конь e4, de g3. Ну ладно, она с 4 будет слабой, согласен. Эээ... Так, что мы делаем? Слон d6, слон e7. Мне тут интересен ход h6, как-то у белых фигур странно стоят. Может, h6 пойдем все-таки? Пойди, ладно. Здесь тянет тебя на g5, да. Ну то что, белый слон g3, видимо, ответит на это, да? Потому что, если только не e4, то может, de уже возможно. Я бы на слон g3 слон h7 пошел и сказал по примеру. Ну да, в этом и идея. Понимаете, если сейчас белый возьму слава, то мы пойдем в de. И вот эти фигуры застревают сильно. Здесь de... А здесь слон h7, да. И вроде как мы сохранили слона, это же радость. Согласен? Ну сейчас b5, b4, накатнее. Или g5, g4. Как-нибудь в этом духе. Может поменяем чернополов? Я только что нет для b7. А, слон d6, f6, b3, b5, a4. Мы не успеем тогда, согласен. Слон e7. Ну еще конь h5 был ход, надо было проверять. Ну, как-то предыдущая партия была радость. Нази, что происходит. Просто не надо хоккейз таких ходов с лон е7. Надо b5 играть. Надо задавать. Или он и a4. Ну, a4 не вопрос, в принципе. b4. А куда-то нас b5 денется, я не пойму. Ну, не знаю. Я об этом еще не думал, когда сказал. Ну, ты даешь. Конь e5. Ну, мне не нравится этот ход, в принципе. Я не пойму. Конь на c6 вроде такой бесполезный у нас. Ты предлагаешь поменяться сразу? Нет, ближе к делу. Ладно, давай возьмем. Я вижу каких-то моментов, которые запрещают побить на e5. Конь на d4 пойдет? Да, может до e как-то конь на d4 повести. Но пешка и пешка e слабая. Конь на d4, в принципе. Если кто-нибудь посмотрел партию из матча на первое из два мира. В спаске Петросяна. Вот там была такая же структура. Петросян отдал поле d4. Все здесь заморозил. И в итоге уракировал в длинную сторону. И начал накатывать пешками. Но здесь, наверное, не работает. Но, тем не менее. Слон е5. Что-то до ноля просто. Да, а здесь нет смысла слон d6. Мне кажется, что нам выгодно будет этот размен. А я хотел наварить темп на нем. То есть ты хотел пойти к нд7 в какой-то момент. И конец сюда. Понятно, я понял. Ну, посмотри, да. С какой-то момент слон d6 можно будет сыграть. Ну, черные уравняли. Это явно по дебюту. А дальше Виталий будет опять. Ну, опять. Ну, у белопольников. Так у черных плюс просто. Ну, маленький. А если с миннадцати нет. Нет. У черных уже плюс. Давайте будем откровенными. У черных уже маленький плюс. Но это ничего не значит. Виталий все равно нас обыграет в итоге. Будьте реалистами. Да. Ну, по времени у них уже все. В принципе, я думаю, что... Это все неважно, Василий. У нас уже было и по времени, и по позиции в прошлом матче, и по всякому. Б5? Ну, да. Так. А6. Почему не играет А6? Что за дела? Как-то вы очень академично играете. А где какая-то экстраваганта? Слушай, Вась, я отдал две фигуры к двадцатому хода в предыдущей партии. Понял. Сначала нужно счет сравнять, а потом уже. А, ну тут позиция, конечно, белые, наверное, чуть похуже, но они очень близки к равенству все-таки. Как пешки надвигать будем? Какие? Ж5, М6. Вот D7 увеличивает притязание белых в плане поля Е4, конечно. Ну, ладно. Никому тебе поля не интересны надо. Ну, ладно. Убедил. Так, ФБ6 можно сыграть? Ферз, конечно, странно. Надо взять все что-то. Ну, нам нужно ладей как-то соединить, понимаешь, в чем дело? Иди, хорошо. Сейчас, видимо, белые начнут сдваивать и страивать. У меня вообще в голову приходила идея, да, F5, Z5, но как-то она дико выглядит. А Е5 сейчас не проходит? Я не знаю, может, Виталий Зрайдз сделал вообще. Здесь Е5 нельзя? Я, я вижу, я пытаюсь понять. А что белые хотят? Е4. Может, это лучше Е4 дождаться, после этого Е5 сыграть? Ну, можно? Наверно. А какой тогда ход делать? Я не знаю. Какой-нибудь С8, Е8, что-нибудь такое. С8 имеет смысл определенный, да? Не, теперь, блин, С8 слишком откровенно сыграно. Потому что на Е4 мы теперь сразу Б4 играем, и там белым плохо, видимо. Сказал я, и тут после этого на Е4. Теперь надо придумать, почему же белым плохо. Теперь потом думать будем. Б4, БС. Б4, БС, да? Видимо, в этом идея. БС. Может, Е5. Стоп, подождите. Б4, БС, БС. Ферзь С3. Слон Б4. Угу. Ферзь ушел на С2 куда-нибудь. Туда взяли пешку. Ферзь Е3, что ли, видимо? Хотя нет. Идать, походу, сильнее. Потому что угрожает взять на Д4. Ладно. Хорошо. Вася пропечатал. Короче, Е5 и БС-4. Сейчас все продвинем. Сейчас все будет. Все продвинем и загнемся. В прошлой партии тоже все продвинули. Все нанесли. То есть все типовые идеи и позиции показали и благополучно загнулись. Но я хотел брать и С5 играть. Идея была такая. Хорошо, ходи. Времени не так много. Минута все. Подумаешь. Можно Ферзя пожертвовать после С4 и Ф4? Как вам план? Нет? Сделай из последних сил. Держим. Не, ну чё, 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 чё. Ну чё, чё, чё. Чёрных уже почти выиграна должна быть. Нет, мне Б4 нравится 8. А слон Ф6 не нравится совсем? Ну, мне кажется... Ферзь там под рентгеном не нравится. Б4 и слон Д4? Не-не-не. Надо так играть. Чё не слон С5? Слон С5? Слон С5 мне Б4 не нравилось. Правда, наверное... Мне было лень считать, в общем. Что? Что-то скрывать. Да, вот это... Не, неправильно. Сравно было Д1 сразу играть. В принципе, наверное, не так страшно. Но может и страшно. Ну, по сути, да. Ладья один был бы техничнее меня. Не, ну, Ладья намного сильнее было. Может просто выигрывал на месте. А, здесь... Теперь С3 нету. Ну, нет, ничего страшного. Ладья и 8 какой-то ход. Не, ну да, да. Было много Лу сильнее было так играть сразу, конечно. Я не спорю. Ну, игра... С3 может сначала отдать. С3, потом Б4, а потом С4. А, это-то хорошо, наверное. По-моему, не очень. Я не знаю. Не, я говорил Ладья и 8 какой-то, КНФ6. Ну, Ладья и 2, вот я сильный ответ видел. Поэтому никак не мог решиться сделать ход. Что делаем? Ну, бьем на Б3 и КНФ6. Да, надо брать на Б3, чтобы хотя бы все пешки не отдать. Все равно позиция, наверное, неплохая. Да-да, КНФ6. Ну, да, еще позиция, в принципе... Б4. Я пытаюсь сделать ход Б4, но... Медленно. Да. Планетка медленно реагирует. С4 белые пойдут, наверное. Пешку жалко. Ну, что делать? Ладья Е3 какой-нибудь. Просто поменяет. Взял, можно Ладья Е1, потом Ладья Е3 как-то. Ладно. Так, сыграю. Слон наш не плохо расположен. Вот здесь он на Ж6 намного лучше посмотрелся, да? Согласитесь. Ну, надо было сразу туда ставить. Ну, как? Действительно, как я не предугадал такое развитие событий? Да и так вообще... Пешмар. Сетверси без Д5. Ну, похуже у черных. Учитывая, что Ладья Е1 просто выиграл на месте, это, конечно, не самое приятное окончание. Ну, ничего, здесь сыграем Ладья Д8 и, видимо, ничего и сделаем, да? Сейчас на победу будем играть. Там... Пока ты месяц был, слушай, больше играй. Забирай. Забирай на Д4. Все, наш слон. Ну, может, все-таки согласимся? Как-то девочки приличат. Ну, ладно, ладно. Не, ну, вообще это обидно, потому что вот эта позиция, если честно, просто ужасная у белых. Просто... Просто... Просто ужасная позиция у белых. Ну, наверное, просто выиграна. Ну, ладно, упустили шанс, партия хорошая, мы играли с позиции силы, все неплохо.